а здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть в сырую ферму карта nf марша у нас наступила июнь а июнь это начало лета а лето это уборочная в июне не так много полей созрело это все у нас рожь и ячмень максимум ячмени рожь 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 да и все но зато это большие поля 66 65 это прямо вкусненько поэтому сегодня задача будет это все дело убрать также немножечко нужно обслужить производство совсем чуть-чуть 5 их всего это водоочистную станцию трогать не будем получается 4 но перед этим всем делом друзья я хочу поставить еще одно новое производство а именно друзья всунуть рыбака с учетом нашего баланса я думаю можем даже двух рыбаков сунуть у рыбаков самое большое идет потребление это будет топлива топлива у нас это не проблема поэтому можно наверное двух суета действительно и ставится они друзья у нас в порту один вот здесь вот там где лесенка идет и еще один место устанавливается где-то здесь тоже лесенка есть вот она давайте в общем с этого и начнем никого пока запускать не будем если они вдруг криво станут чтоб можно было игру просто перезапустить да и все а единственное надо наверно купить участок вот 120 и 126 два участка стоят они сущие копейки 40000 и 27000 замечательно но и в общем то давайте их сюда воткнем во но такая вот штука что мне честно говоря не очень нравится как она становится возможно придется перезапускать наверное имеет смысл свободное размещение поставить но давайте как-то вот так вот ссунем первого и друзья по моему не еще все хорошо у нас получилось потому что вот этот триггер он как будто не над землей находится хотя с другой стороны если так посмотреть вроде как на землю здесь должны появляться поддоны с продукцией в общем проверяем как это работает друзья мы сохраняемся что у нас рыбак умеет делать есть рыбак есть рыбак вторая смена жрет топливо нужно будет завести поддоны а уже 10000 литров топлива кстати есть ну и разумеется еще техобслуживание электроэнергии и колотый лед в качестве бустера колотый лед это вот последнем обновлении появилась поэтому мы друзья покупаем дохрена топлива покупаем поддонов и покупаем электричество просто чтобы она сразу заработала запускаем две смены и включаем перемотку времени и смотрим просто чтоб поддоны выгружались в по 5000 на все сделалось лесопилка щипа нет места силос нет места да 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 все грустно но и друзья выгружаем два поддона и они появляются гружаем еще два поддона и они появляются все поддоны появляются это меня устраивает тогда перезапускаем игру и откатываемся к тому месту как то когда мы только это поставили вот такой вот хитрый план в общем то получился вернулись мы на ту же самую точку и давайте поставим тогда 2 сделаем абсолютно то же самое вот здесь что на нас устанавливается тоже тогда включаем свободный режим размещения и бздынь ставим его сюда и опять сохраняем игру и проделываем ту же самую операцию что и с первым рыбаком закупаем все ресурсы включаем обе линии и жестко мотаем время чтобы появились первые поддончики я думаю этого хватит но и соответственно выгружаем их давайте два поддона таких два поддона таких и предположим поддон такой все они здесь тоже выгружаются замечательно еще раз перезапускаем игру ну и теперь друзья нужно провести сюда автодрайв на нашем риджи треки как обычно мы это будем делать что в общем то надо сюда провести во первых должна быть . на загрузку поддонов плюс мы увидели что поддона грузится начинают вот отсюда с этой стороны и соответственно ну где-то так и должна будет наша volvo останавливаться также здесь у нас идет выгрузка насколько я понимаю и топлива и поддонов и здесь у нас идет загрузка нас там есть одна сыпучая хреновина какая-то так поддоны топлива мы выгружаем колотый лед видимо тоже сюда будет выгружаться даже не знаю в каком видео он идет в поддонах наверное электрозаряд придет кстати надо эти линии включить наверно мы включим обе линии пускай они во вторую смену нам тут фигарет со всей силы до ракушки у нас сыпучий материал из ракушек по моему нас известь можно будет делать получается две точки надо всего сделать я думаю что загрузка разгрузка здесь можно на одно вместить то есть топлива ракушки поддоны а здесь загрузка поддонов в продукции в смысле давайте смотреть как это реализовать как у нас там вообще сеть идет вот эту штуку бросаем тогда здесь но смотрите здесь идет отличный поворот разворот и мы тогда продлим это все дело вот сюда здесь они сделают свои грязные делишки и могут смело отсюда выезжать а здесь не очень удобный выезд или пускай они тогда едут сюда разворачиваются по большой дуге и возвращаются куда-нибудь вот сюда и здесь они будут выезжать с этим тогда понятно давайте сразу и сделаем пока мы здесь крутимся рисуем здесь второстепенный маршрут проезжаем вот здесь чуть-чуть вперед ну давай вот здесь точку нарисуем ее пойдет это у нас будет рыбак пускай это будет рыбак 1 загрузка продукции просто пускай будет загрузка загрузка поддонов пускай будет загрузка поддоны дальше если мы проезжаем сделаем на этой же линии я думаю даже с трактором она будет здесь прекрасно грузится у нас был рыбак один или рыбак 2 рыбак один выгрузка все этого должно будет хватать и тогда они дальше едут вот здесь вперед максимально плавно разворачиваемся и возвращаемся вот сюда возвращаемся мы друзья вот на эту линию вот так вот сделаем даже более плавно до рыбак один загрузка поддона рыбак один выгрузка отлично погнали смотреть как подъехать ко второму рыбаку да здесь не самое удобное место конечно так 2 у нас рыбак здесь стоит ему удобнее было бы заезжать откуда-то оттуда например вот отсюда отсюда мы тогда к нему заедем и делаем там точно также две точки где будем выезжать потом разберемся давай друг вот отсюда соединяем сразу начало и погнали две точки также сделаем как и в первый раз декс не нифига так не пойдет надо вот здесь выезжать что здесь какой-то такой прям бордюр бордюр да и там я накосячил из-за того что блин когда открыт вот этот курсор на геймпаде даже стиком нельзя вид менять камеру крутить мне это не нравится но мне было впадлу останавливаться и брать в руки мышку я здесь вот натворил какой-то дичи тогда повернем здесь налево так вот отсюда давайте вот это дело сразу соединим проедемся вот здесь такой плавненький поворотик прокатимся вот под этой вот штукой не здесь более пологий выезд это тоже с небольшим подъемом но уже ладно пойдет все это дело тоже соединяем подцепляем обратно вот это вот хреновина и давайте создадим папку рыбаки и в эту самую папку рыбаки мы скинем наши новые точки которые мы только что сделали в готово вот они у нас а загрузка поддоны и просто загрузку погнали переименуем ты зачем туда ехать загрузка поддоны во все получилось по красоте и ты друг тогда едь на парковку топлива сколько мы сюда поддонов можем привести 60 кубов у нас поддонов много на складе много лежит отправим их контейнером у нас же есть замечательный контейнер к единственным пропишем ему чтоб он грузился не полный а 60 кубов всего и отправим сделать две поездки загрузиться на складе а выгрузится рыбак один выгрузка и перевести туда разумеется поддоны давай друг и едь вези заполняйся там кстати со вторым рыбаком с фурами могут возникнуть проблемы они там могут не проехать есть там такие узенькие места но потом будем смотреть и давайте друзья посмотрим сколько туда еще топлива 150 кубов туда топлива можно привести давайте отправим наших две бочки по два раза скататься так что у нас возил коллектор за соответственно вот эту штуку быть и вырубаем по стопу бов топлива моим сразу загрузим mpz загрузка топлива тогда и рыбак один выгрузка и везешь дизельное топливо два раза погнал и мы вторую бочку тоже берем mpz загрузка топлива тоже везешь дизельное топливо тоже два раза но только уже рыбаку 2 выгрузка это же погнал сейчас будем следить чтобы они там разгружались и все у них было хорошо еще конечно сделано прикольненько устанавливается на на воду здесь он будет вот это все набирать а у нас здесь из продукции получается склад пуст а из продукции они нам делают камбалу селедку креветки омары и ракушки камбала селедка и креветки по моему используются где-то еще на производство хамары нет точно не помню утверждать не буду я смотрел когда-то город что-то из этого идет только на продажу из ракушек можно будет делать известь это я точно помню но пока что у нас все вот это вот дело будет идти на продажу может быть пока мы их ждем давайте даже их и sell price trigger добавим а заодно и цены посмотрим ракушки вообще не дорого по 51 максимальная цена от камбала селедка креветки и омары креветки и омары прям вообще по вкусной цене идут итак давайте устанавливаем на рекордную цену я думаю что 550 нас вполне устроит и здесь тоже 550 нас вполне устроит здесь я думаю 2 790 на вполне хватит а здесь 2 800 хотя мне кажется тут они оба могут дорасти до одной цены в целом у них цена одна прописана не знаю я наверное не сохранился да я не окей нажал да я молодец но еще раз тогда все это манипуляцию делаем выставляем как и было нажимаем окей ну и вот это у нас уже все что у нас на продажу именно делается выставлено вот это вот все дело мы продаем так сам вот и кстати первый наш товарищ который приехал на разгрузку но с этим рыбаком я думаю все в порядке должно быть меня конечно больше 2 интересует но в любом случае проверим проконтролируем до выгрузка пошла чаона отсюда уедет моим поменяем точку разгрузки на второго рыбака еще наверное надо их переименовать да то назначит будет рыбак 1 а 2 где он вон он мы тогда переименуем в рыбак 2 просто чтоб не путаться всем выгрузился и меняем ему теперь точку на рыбак 2 выгрузка так он здесь разворачивать нормально надеюсь что фуры здесь тоже будут нормально разворачиваться погнали встречать наших дизельных товарищей они как раз уже подъезжают сюда вроде как они должны один за одним ехать с разницей на загрузку исключительно но ладно но и для продажи вот этих вот товаров уже по вам он уже на рефрижератор это все нужно будет возить в холодильнике но или в поддонах но в поддона как вы знаете я не хочу не люблю мне не нравится такс фура сюда прекрасно заехала но и она прекрасно выгрузиться в этом я не сомневаюсь главное что она еще прекрасно выехала отсюда здесь место для разворота не то чтобы прям сильно много давай разворачивайся я буду спать спокойно вообще места здесь ли разворота для всех наверно много да да нормально она разворачивается все путем давай валяй отсюда там уже кстати еще одна фура и едет сюда здесь он проехал проехал все все путем они разъезжаются друг другу здесь не мешают тогда смотрим на разгрузку 2 рыбака где у нас у нас вот здесь должен заезжать да здесь не то чтобы прям сильно много места на все это дело но должны товарищи справиться вот это вот место меня немножечко волнует здесь довольно узенько но если что мы сейчас тут все перепишем это не проблема вода друг ты здесь вообще не попал ладно тогда вот это вот все дело мы стираем отсюда и запишем это все дело на фуре на длинномере и в теории это должно будет уже сработать вот отсюда вот мы начнем запись чуть вперед проедем сразу же первые точки соединим черт а что ты так в землю то ушла . но и делаем тогда небольшой здесь код заворотик но и в теории он должен будет попасть и вот этого дела мы тоже соединяем но здесь вроде как везде фура должна будет легко пройти от черт вот это я сейчас очень плохо здесь застрял вот меня как подкинул это не у нее неудобно без приключений не обошлось но ладно меня этим не проймешь ну что ставим его тогда на дорогу ему одну поездку осталось сделать потому что она не считается та которая сейчас он поедет и смотрим еще раз дубль 2 давай у тебя получится на здесь он берет побольше угол побольше радиус и один хрен не попадает но как так-то дружище я знаю почему но ладно переписывайте это все не хочу мы немножечко здесь все просто пододвинем будет сейчас дубль 3 давай друг едь тоже и трактор кстати на подходе с поддонами если помогут отсюда заезжали здесь тоже видели неудобно power хотя с другой стороны проехать вот здесь было бы удобнее ладно если не заедет мы переделаем эту линию вот отсюда пускай они тогда едут если заедет то и так и оставим все повернул отлично прям хорошо но и трактор давай тоже тогда поворачивай а трактору вообще пофиг он маневрен и шу капец что серьезно здесь не попал я здесь цепанулся так вот те номер такс немножечко назад мы тогда отодвигаем ну и вот эти точки чуть левее ставим такого прикола я точно не ожидал но все подъехал на разгрузку все нормально надеюсь он уедет а хоть отсюда нормально с первого раза так соляра выгрузилась поддоны тоже в принципе выгрузится ничего страшного но и отсюда он судя по всему уезжает нормально все меня это дико радует плюс у нас кстати еще и вот этот товарищ а это он уже разгрузился второй раз он приехал все нормально все получается вот это вольво съездит еще один разик сюда привезет топлива и мы еще один раз надо съездить потому что он долго здесь с первую свою попытку делал надеюсь здесь он не воткнется за этот угол этого дома этот товарищ съездит уже на парковку вторая вольво тоже идет на парковку хотя чуя ты на парковку а ну-ка иди сюда тебя есть еще работа тебе нужно перевести дерево сколько у нас дерево нас дерево только у лесорубов я на склад его не вывозил ясно понятно все тогда вопроса больше не имею есть паркуйся а вот ты друг тогда стой биогаз север надо отвести жидкий навоз жидкого навоза у нас есть на водочистной станции немного и на свинарник я думаю со свинарника 250 кубов 5 поездок не жидкий навоз пять раз давай эту этот вопрос мы закроем а также на биогаз север еще нужен силос давайте на разбашни мы заберем у нас его довольно много производится я каждый день ее поражняю а 928 кубов здесь есть а сюда влезет сюда все и влезет в общем-то 900 кубов тогда мы и закидываем вот он как раз вывозил только сейчас ты поедешь не на склад тюков разгрузка она биогаз север разгрузка три раза 900 кубов давай ввози и паркуйся также вот и давай есть к лесорубам за деревом а воду сточную мы отключим жидкий навоз дерева силос мы по сути разобрались еще с кормом нам надо разобраться но сейчас это тоже все просто корма теперь можем покупать на закупке жиды или закупки райфайзен давай вдруг три раза съезде отвези его туда только другой у нас тип работает что это выставилась такое нехорошее все тоже давай иди катайся ну и вот этого товарища последнего мы сейчас загрузим да и в принципе сразу мы от лесорубов наше дерево ты отвезем боже как тебя мотает так друг стой здесь включаем тебе автозагрузку и выгружаем дерево 17 поддонов давайте по 16 поддонов с каждого заберем это будет 48 в сумме я боюсь правда что он вообще не сможет передвигаться с таким количеством поддончиков доставим его сюда и отсюда тоже выгружаем 16 штук еще 32 у нас здесь загружено да он перестал останавливаться вообще стой вот так вот давай лесоруб 3 тоже 16 штук и наша вольво просто уже проваливается в текстуры четыреста восемьку 80 кубов за раз она не едет она вообще не хочет ехать на ничего тут недалеко но и хватит этого тоже надолго что кстати хорошо у нас денежки идут в минус потому что покупается корм вольво вообще не едет я читал влоги что-то было написано что про переработанная масса поддонов и все такое проще но что-то как-то пока что незаметно я имею удобного карты так все давай стой здесь наверное надо выровняться да вот так вот у него разгрузка вправо стоит мне интересно скорее всего да нет разгрузка влево отлично все давай тогда выгружайся когда он выгрузится мы загрузим его еще раз еще раз выгрузим ну и получается с деревом мы тоже проблему решили раз мы кстати здесь находимся давайте посмотрим что у нас тут щепу надо вывести все остальное тоже можно забрать раз мы сюда приехали сейчас заберем а пока там выгружается дерево мы еще вот этого товарища отправим четыре разика вывести щепу с лесопилки разумеется все это на элеватор давай друг ты четыре раза есть и красного тоже зарядим тоже четыре раза тоже щепу тоже на элеватор это же с лесопилки загрузка щепа четыре раза давай тоже погнал а мы тогда возвращаемся вот к этому товарищу загружаем все эти поддончики и еще раз их выгружаем и последний не выгружается да я тебя рукой пододвинует для меня это не проблема ну и все тогда с этим мы тоже разобрались погнали что не загрузим тогда вывезем на склад отсюда вот в июле нам придется покататься прям производство обслужить знатно плюс в июле еще будет дохренище уборочной и плюс в июле еще у нас большой покос где у нас с этой же стороны загружались поддоны до сзади и так что мы тогда отсюда забираем забираем поддоны 30 штук готова давайте заберем dvp 12 штук и dsp тогда 8 штук получается dsp 8 штук тогда тоже забираем все и мне пристегнулись поддоны 50 из 50 и так парковка водовоз 2 а это второе топливо рыбаку отвезлось отлично давай друг на склад выгрузка поддонов шуруй выгружайся там и паркуйся ну и что получается что мы разобрались абсолютно со всеми производствами давайте мы еще мотнем время чуть-чуть самую малость маленькую попуську до 6 утра на 10 минут всего стынь сразу много денег списалась но это за перевод электричества так что теперь рыбаки наши заработали и пошли ловить первую рыбку замечательно кстати в мастерскую знаете что я тут посмотрел у нас производится 96 тысяч техобслуживания а требуется 128 поэтому мастерская дополнительный материал вторая линия мастерская столярка мы тоже запускаем туда надо планок 50 кубов привести на же здесь на складе есть планки у нас есть планки отлично так сбавляем еще загрузку до 50 кубов вот так вот и говорим со склада на столярку того столярка но у топлива получается отвести еще планок в планки один раз давай вези еще минус 53 тысячи за корм да на продажу у нас уже скопилось много чего до dvp dsp и кстати в июле по-моему это и есть у нас высокая цена самая до dvp dsp уже на миллиона собиралась поддонов на 500 тысяч можно продать улей деревянный ящик деревянная бочка по 250 тысяч уже можно продать и что у нас еще мебель была до мебели на 500 тысяч уже на собиралась мебель дорогая вот ценник подрастает скорее всего в июле и будем этим всем заниматься так ты загрузился ты загрузился ты молодец фед свинарный корм все равно на 16 часов а мы всего один прицеп высыпали у нас свиньи растут и они уже жрут 123 куба в сутки так как то это у нас тут расплодился и что-то стало все не так а кто-то родил а кто-то не родил да вот они оба по 22 месяца и вот оба по 14 видите кто-то родил кто-то не родил я до сих пор не почитал описание но вот этого вот модика обновленного на животных но ладно там ночью какие-то деньги за животное прилетали в общем друзья а я завтра на работе все вот это вот дело по убираю поля но и мы с вами встретимся тогда когда я все это дело уберу плюс вот эти вот ребятишки сейчас еще тут покатаются немножко докатаются нас вообще все отсюда уехали охренеть ничего они сами сюда и вернутся автоматизация мать ее так вот да убираю поля и скорее всего их надо будет закультивировать плюс соберу с них солому солому сразу продам все солому я хранить не буду собирать не не буду нафиг она не нужна сразу же продам поэтому когда мы встретимся у нас будет баланс видимо чуть-чуть повыше чем сейчас еще компост нера можно продать правда 230 кубов по 1100 у нас будет за него до 134 140 140 вот вот стоимость хотя компост у нас заканчивается на производстве удобрений наверное не буду его сейчас продавать несмотря на то что цена неплохая ты давай загружайся так а ты уже от этот паркуется все хорошо в общем-то друзья встретимся когда и закончится такая вот эти начало уборочной но вот и убрали бы весь урожай еще два контрактика друзья осталось у нас на культивацию они в течение часа закончится уже что у нас тут по урожаю получилось у нас осталось 6 кубов ячменя седьмого поля и 80 кубов ржи я думаю что все это дело мы сейчас по сохраняем на склад а потом в конце уборочной мы это все дело отвезем на наше производство семян и там уже посмотрим чего у нас по излишкам осталось также друзья у нас сейчас хорошая цена на жидкое удобрение компост и мебель вот мебели прям точно надо наверное продавать жидкое удобрение у нас тоже довольно много этой компост компост сейчас нужен только на производстве удобрений 24 куба в месяц требуется производится 120 давайте отправим 2 мана с водоочистной станции перевести компост на производство удобрений как раз эти 104 куба которые там лежат и вывезем на производство удобрений этот вопрос закроем а с компостера тогда 290 от этих кубов имеет смысл продать это получается 5 поездок давай шуруй вези что у нас кстати вообще по финансам доходы от продажи урожая 252 тысячи за сегодня это друзья солома с этих контрактных полей вполне себе неплохой доходе получился также друзья наверное жидкие удобрения тоже имеет смысл продать и мебель тоже имеет смысл продать вообще все что есть для этого давайте сначала мы отправим нашу вольву на столярку забрать оттуда мебель которая там еще осталась и погнали на нашу вторую базу там у нас бочки стоят с учетом того что пассивная у нас еще не скоро удобрять ближайшее время ничего не надо будет я думаю можно смело продавать кубов 400 этих самых жидких удобрений 60 50 оставить себе да и в принципе все можно продавать еще произведется значит первый наш водовоз отправляем со склада жидкостей 8 раз то есть 400 кубов перевести и соответственно продать вторую нашу бочку три раза тоже жидкое удобрение тоже отвести продать но забрать уже с производства удобрений там 160 кубов лежит давай друг погнал и друзья вот эту маленькую бочку мы отправим один раз забрать производство удобрений и перевести на склад жидкости 12 половиной кубов и чет минимальное там еще должно будет остаться тогда у нас на складе вольво тем временем приехала на загрузку нас тут правда не сильно всего много но забираем в общем то все что есть мебель 7 поддонов улей 7 поддонов поддоны кстати заканчиваться поддона надо сюда наверно привести будет 7 поддонов с деревянными ящиками тоже забираем и деревянную бочку тоже 7 поддонов но и этому товарищу говорим ехать разгрузиться понятно давай на склад выгрузка поддонов и паркусь потом туда привезут получается 35 кубов будет 235 наш контейнер по на 70 кубов это все сможет увести за четыре раза вот что-то уже продается уже денежки побежали давай друг четыре раза шуруй со склада это все дело забирай и продавай у нас будет куча денег вообще если так посмотреть что мы сейчас заработаем мебели мы сейчас продадим на 500 тысяч жидких удобрений мы почти все продадим на 600 тысяч но компоста не сильно много на 100 тысяч но в принципе пойдет также друзья интересный момент я обнаружил у нас сейчас идет расход нашего дизельного топлива 132 куба рыбак жрет прям очень много поэтому наверное вот эти вот вторые линии мы отключим правда не знаю сейчас или попозже наверное чуть попозже когда топливо будет прямо заканчиваться если мы их отключаем то топливо начинает идти в плюс 96 кубов будет производиться правда у нас там еще много лежит подсолнечника и канулы у нас пока 115 тысяч производится так что пока что рыбак пускай в две смены работает но друзья это скажем так временное явление хотя опять-таки вторую смену потом отключим топлива подна собираем и можно будет запустить еще раз в две смены на этом июнь получается можно закончить будет у нас еще солидная прибавка по деньгам мы друзья тогда с вами встретимся в начале июля когда будем строить планы на этот самый июль а вот друзья и июль наступил 5 часов утра работы очень много на июль поэтому время друзья у нас стоит на x5 здоровенный список у нас production инфа я сейчас ничего делать не буду завтра на работе друзья курс плейчик отправлю все это делать и так много чего нужно будет завести это не проблема у нас все есть мы все завезем чего нет того купим плюс на бэга у нас скопилось 617 кубов дегистата это все дело можно вывести на сепаратор на водоочистной станции много кстати жидкого навоза там правда надо и на бэга его отвести и на производство удобрения ладно с навозом разберемся сточную воду тоже можно вывозить на водоочистную станцию 120 кубов на каждом коллекторе есть лесопилки друзья товар тоже весь отвозим на склад на обеих мастерских у нас уже забилось и к обслуживанию поэтому отправлю товарища поработать покататься сила само собой тоже вывозим его за сутки опять 900 кубов на собиралась но и со столярки наверное не имеет смысла ничего вывозить потому что только вчера вывозили продавали мебель а еще на щебеночном заводе много всего произвелось возможно тоже имеет смысл вывести это все дело на склад продавать вот это вот все дело камни печи чернозем щебень я как-то смысла особо не вижу хотя цены сейчас приятная сильно много мы на этом не заработаем у нас в элеваторе есть место поэтому отвезу все туда потом будем смотреть куда чего у нас развозить ну и конечно же друзья контрактики уборка горчичное зерно пшеница горчица пшеница лен полба пшеница пшеница лен солому со всего этого дела собираем и продаем льняную солому собираем и оставляем себе хотя вроде как в последнем патче и картой новые вот этой 38 которая вышла кроме того что версию назад или две версии назад порезали цену на эту самую льняную солому сейчас вроде как и урезали выхлоп может это и и не будет он такой классный как был раньше в общем то в любом случае соберем просто посмотрим что к чему но и остатки полбы и пшеницы мы оставляем они у нас пойдут на производство семян плюс друзья дохренища тюкования придется покосить на славу ну и плюс опять-таки свои поля у нас тоже везде вся трава клевер все спасозревала придется это все дело тоже покосить и пособирать не знаю сколько времени у меня на это уйдет но в общем то я отправляюсь тогда в работу и мы встречаемся по итогам всего этого беспредела здрасте еще раз наконец-то закончилась уборочная у меня три или четыре дня ушло на то чтобы все сделать правда на самом деле в более размеренном темпе это все было плюс друзья прошел стримец где мы убирали два больших поля с пшеничкой в общем то все убрано все контракты закрыты остались вот последняя культивация на 59 поле сейчас идет и в общем то что у нас осталось в остатках если можно так выразиться у нас осталось семь кубов полбы у нас осталось 85 кубов пшеницы у нас осталось 80 кубов ржи и 6 кубов ячменя ржи прям как-то многовато на самом деле с учетом того что пшеничных полей было наверное больше не помню уже друзья простить я думаю друзья что мы все вот эти вот остатки именно в конце уборочной чтобы посмотреть что к чему просто мне интересно сколько вот у нас получается за сезон потом отвезем на производство семян наших и посмотрим что к чему или он остался зачем его оставил почему его не продал непонятно куда его продать на жду вокзале самая хорошая цена несмотря на то что она прям низкая низкая но пофиг чтоб не мешал давай друг съезде отвези его разочек также друзья я песок щебень камни что у нас там еще чернозем с нашего щебеночного завоза вывез сюда на склад пускай пока лежит это все здесь потом мы с этим разберемся что у нас куда пойдет что мы будем продавать а что не будем продавать также друзья у нас есть деревянных бочек 235 кубов и они вот сейчас в хорошей цене кстати вот на dvp dsp почему-то хорошей цены не было она должна была быть в июле но четко как-то триггер хорошей цены не сработал может быть чуть попозже надеюсь таки неплохо было бы это все дело продать у нас на столярке есть еще эти самые деревянные бочки 27 кубов так что наверное 25 мы еще привезем и соответственно 260 продадим это друзья на 4 поездки но сперва отправим нашу вольву на столярку толярка загрузка поддоны давай друг ей туда жди меня там чем эти загрузим вывезем оттуда тоже все на склад а вот этого товарища 4 разика мы отправим тогда съездить на хозмак контейнер со склада перевести деревянную бочку давай друг тоже погнал катайся зарабатывай нам денежки мы все это добро сейчас за 320 тысяч продадим вообще если так посмотреть то и улей и деревянные ящики цена в принципе хорошие она уже падает просто триггер не сработал поэтому наверное имеет смысл тоже это все дело продать dvp dsp поддоны ниже чем даже обещанная наверное вот это дело мы тоже тогда продадим ну ладно пускай катается ну и что друзья у нас по финансам давайте мы во первых примем контракты на культивацию еще 43 тысячи за культивацию мы получим и за сегодня новая техника 14000 еще без понятия что это было но и ладно на обслуживание техники было потрачено 356 тысяч это много доходы от продажи урожая 240 тысяч это в основном солома и немножко излишков урожаев ну и доходы по контрактам на миллион другое это насколько я понимаю извести корм для животных хотя 150 тысяч мы получили в доходах от продажи урожая за и к счет за наш по точному земледелию нас после уборочной все хорошо на всех полях абсолютно 99 нет не на всех вот здесь почему-то просела удобрения но в общем то все поля замульчированы и удобрены и все как надо но и последний показ у нас еще будет с вами в октябре через три месяца возможно даже в следующей серии тем временем volvo наша приехала на столярку давайте-ка мы отсюда выгрузим поддончики все которые нам надо 5 поддонов с бочкой 5 поддонов давай с ульями поддона выгружать не будем мебель в принципе тоже можно на 5 поддонов и деревянные ящики 4 поддона почему-то что там скорость что ли меньше странно но почему-то деревянных ящиков меньше возможно я выгружал неполный поддон ну и ладно давай друг вези это все дело на склад выгружай там паркуйся знаете наверное давайте мы это зерно все наше которое у нас осталось отвезем все-таки на протравитель семян пускай он лежит там моего запускать сейчас не будем но пускай он там лежит давай друг ты два раза везешь пшеницу ты два раза везешь рожь ты один раз везешь ячмень и у нас есть еще маленький трактор и ты один раз везешь полбу вот так вот если они это быстро отвезут и мы освободим наш склад один прицепчик что мы там деревянные бочки продавали 85000 плюс 12 за к счет 15 процентов шикарно в общем то друзья на этом наверное мы закончим сейчас вот эти товарищи докатаются я да продам то что у нас сейчас по хорошей цене идет от ящики бочки улья и мы с вами встретимся уже утром августа посмотрим сколько у нас денег получилось за продажу всего этого дела но и будем ставить новое производство и уборочная наша будет продолжаться на этом друзья у меня все всем огромнейшее спасибо за просмотр спонсором огромнейшее спасибо за поддержку лайки комментарии не забываем с вами был никита дела и всем пока ки а ты чё дружище прилег отдохнуть устал да как это у него так получилось иди хить работа и и моя